Кнопка, что ты здесь делаешь? На экскурсию пришла, на польскую. Ну пойдем. Даже не знаю, пойму что-нибудь. Нет, интересно, но непонятно. Нет, не так непонятно, но очень интересно. Стоп, 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 реверс, возврат, возврат, вставочка. Витам сердечные. Привет. Сегодня Польша отмечает День Учителя. И мы хотим поздравить прекрасный коллектив Школы Языков Тугезер, которые прилагают свой огромный педагогический талант к тому, чтобы передать нам знания языка польского. Хотим пожелать им в этот день, который отмечается аж с 1773 года, процветания, успехов и дальнейшего развития. Ведь именно благодаря им мы начинаем понимать язык этой прекрасной страны, изучать историю и посещать такие замечательные места, с одним из которых мы вас сегодня познакомим. Это место – Королевский парк Лозенки, куда наша любимая школа организовала воскресную экскурсию. И благодаря которой мы поняли ее содержание, которое довела до нас лучший экскурсовод Варшавы, пани Йоланта. Если у вас есть какие-то вопросы и уточнения по записи и порядку обучения в этой школе, мы с радостью ответим вам в комментариях и группе Телеграм. Присылайте вопросы, и мы организуем встречу с руководством школы и получим ответы на все ваши вопросы из первых, так сказать, рук. Итак, давайте пройдемся по осенним глазенкам и посмотрим на эту красоту. А в конце я приготовил вам красивые фотографии под музыку Фредерика Шопена. Плазенка Плазенка с польского языка переводится как «Ванная». Смотрите дальше, и вы поймете, откуда у исторического парка это название. Королевские лозенки – это дворцовый парк. Парковый комплекс состоит из трех разных парков, которые стилистически отличаются друг от друга и были созданы в разное время. Королевский парк, Вельведерский парк и парк в стиле модерн. Это и прекрасный музейный комплекс, и роскошный огромный парк. Здесь гармонично сочетается красота Двестного леса, исторических построек и нереальная ухоженность всего комплекса. Мы начали прогулку с моста, где установлен памятник королю Яну Третьему Сабескому. Памятник был открыт в 1788 году в честь 105-летия победного сражения при осаде Вены, когда армия под предводительством Яна Сабеского одержала верх над турками. С этого места открывается лучший вид на дворец. Парк Лозенки занимает 76 гектаров в центре города и был оформлен в 17 веке в барочном стиле для великого гетмана Станислава Любомирского. Дворцово-парковый комплекс расположен в центральном городском районе Средмистии. Связывает Королевский дворец в центре Варшавы с дворцом Веляновина Юги. К северу от парка на другой стороне улицы Агрикола стоит Уездовский дворец. Мышлевицкий дворец был назван по названию деревни Мышлевице. Был построен для короля Станислава Августа в классическом стиле. Дворец был задуман как главное жилище короля, но со временем стал выполнять более официальные функции. Большинство зданий в парке было сожжено во время и после, варшавского восстания 1944 года. Во время войны оккупанты заложили в стены дворцов снаряды, но те не смогли разрушить здания. Реконструкция парка и дворцов была завершена в течение нескольких лет после окончания Второй мировой войны. Дворец на воде или дворец на острове – главная достопримечательность королевских лозенок, давшая название всему парку. Изначально на искусственном острове был построен садовый павильон в 1689 году, тогдашнего владельца Станислава Ираклия Любомирского, в котором находилась купальня, лозня, стилизованная под пещеру. На территории королевских лозенок много скульптур. На террасе перед дворцом установлены аллегории рек Старик Буг и молодая красавица Висла, также солнечные часы, которые держат сатир. Через 100 лет Станислав Август перестроил его в небольшой роскошный дворец. Дворец расположен на искусственном острове на озере Лазенки и связан с остальной частью парка двумя аркадами мостов. Дворец делит на две части длинное озеро Лазенки. Меньшую Северную и более крупную Южную. Во время Второй мировой войны все ценное было вывезено оккупантами, а после подавления Варшавского восстания в 1944 году дворец изнутри был сожжен. Дворец является музеем, где можно посмотреть не только интерьеры, но и коллекцию картин. КОНЕЦ 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 Памятник Генрику Сенкевичу. Это автор исторических романов, был самым издаваемым большим автором. Лауреат Нобелевской премии, член-корреспондент Императорской академии наук по отделению русского языка и словесности. Принадлежит к выдающимся польским реалистам 19 века. Роман «Омут» о русской революции 5-7 годов явился воплощением критического отношения к социалистическому движению. Памятник Фредерико Шопену. Планировалось, что памятник композитору будет установлен к его столичному юбилею в 1910 году. Два года до этого был объявлен конкурс, в котором победила работа Бацлава Шамановского. Перепетии начала 20 века отложили установку памятника на много лет. Памятник Фредерико Шопену был открыт в 1926 году. Во время Второй мировой войны в 1940 году монумент был уничтожен купантами, а его части отправлены на переплавку. После войны восстановить памятник оказалось непросто, так как все его копии были также уничтожены. Это удалось осуществить только после обнаружения полной копии во время расчистки завалов разрушенного дома его автора в Варшаве. Повторное открытие памятника Фредерико Шопену на прежнем месте состоялся в 1958 году. А через год с мая по сентябрь, каждое воскресенье у монумента стали проводить бесплатные шопеновские концерты, полюбившиеся людям настолько, что эта традиция существует до сих пор. Памятник Юзефу Пилсудскому. С 1918 года это глава польского государства. Он сыграл важнейшую роль в создании Второй Речи Посполитой. А славен он тем, что под его руководством красная плесень получила по рабочей крестьянской голове в результате поражения так называемой Красной Армии под Варшавой. Бельведерский дворец. Включен в комплекс Лазенки. С 1989 по июль 1994 года Бельведер служил официальной резиденцией польского президента Лейха Валенцы. Теперь здание отдано под музей Юзефа Пилсудского. У входа в музей в стеклянной витрине выставлен козелак 35СД серии 30 «Флитвуд», принадлежащий Юзефу Пилсудскому. Продолжение следует... На холме над прудом есть храм Сибилы. Первоначально называемый греческим или храмом Дианы. Построен по образцу древнегреческих храмов полностью из дерева. Вход в храм охраняет два чугунных льва, стилизованных под египетских сфинксов. Павильон изначально предназначался для отдыха. В настоящее время используется для проведения выставок. Жители и гости города приходят в парк насладиться пением птиц, прогуляться по парку, полюбоваться рукотворной и природной красотой, покормить белок, птиц с рук. Здесь можно посетить Лозенковский дворец на острове, Оранжерею, Королевский театр, Белый домик, Музей охоты и верховой езды, а также Уяздовский дворец. А еще у памятника Федерико Шопену можно послушать мазурки и сонаты авторства композитора. В парке много ручных белочек, которые просто выпрашивают угощения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У ресторана Бельведер павлины разгоняют голубей, которых подкармливают бабушки и мамы с детками. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Королевский парк Лозенки Очень атмосферное место, которое должно быть в списке посещений в первых строках Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В общем, в силу дичайшей усталости, мы ведь не привыкли ходить пешком, нам не удалось посмотреть и показать вам всех красот паркового комплекса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Также не забывайте про наш канал Телеграм Все ссылки, как обычно, в описании Спасибо за просмотр До свидания Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok